Самый банальный и часто задаваемый вопрос от наших клиентов, как очистить порошкоприемник от порошка, накипи и отложений, которые там скапливаются. Большая часть наших клиентов, естественно, смотрит тикток, естественно, смотрит разные лайфхаки из интернета, пробует, но, к их сожалению, в большинстве случаев они просто не работают. Мы перепробовали очень много средств, вот одно из них, которое, наконец-таки, действительно может очистить порошкоприемник, вы можете увидеть это на видео, насколько эффективно работает это средство. Главное при чистке порошкоприемника, естественно, соблюдать меры безопасности, одевать перчатки, желательно, конечно, это делать или в маске, или в респираторе, потому что, действительно, средство очень жесткое, очень едкое. Наша рекомендация, это первым делом замочить порошкоприемник просто в теплой воде, подождать хотя бы минут 20-30, после этого выберете средство, наносите его и оставляете хотя бы на 5-10 минут, чтобы средство начало эффективно работать. Для того, чтобы добиться максимального эффекта, нужно будет чуть-чуть постараться порастирать средство, желательно, конечно, чуть-чуть порастирали, после этого слили, залили заново и еще повторяли. В принципе, на один порошкоприемник уходит довольно небольшое количество, потому что это является концентратом. В принципе, на один порошкоприемник вам понадобится в районе где-то 50-100 грамм этого средства. Тот, кто хочет, может, конечно, развести его водой, как написано на упаковке, но мы не рекомендуем, желательно использовать его прям вот как есть, так и намазывать. Вам понадобится всего 50-100 грамм этого средства, потому что, в принципе, эта кислота сильная, поставляется она в пол-литровых баклажках или 5-литровых бутылках. То есть, в принципе, после того, как вы использовали это средство, добились нужного вам результата, обязательно смываем средство водой, после этого проходимся каким-нибудь жидким мылом или ферри, чтобы убить кислоту, чтобы она перестала действовать. Вытираем это все на сухо тряпкой, ну и ставим порошкоприемник готов. Если вам было интересно, пишем комментарии и в следующем видео обязательно покажу название.